Новоиспечённая и нестабильная как творожная сыворотка большинство в муниципальном совете Бельц не смогло провести заседание из-за отсутствия кворума. Народные избранники нашей партии отказались принимать участие в этой сессии, назвав её незаконной. О необходимости провести заседание было объявлено группой муниципальных советников, подконтрольных демократам. Они мотивировали это необходимостью рассмотреть три вопроса, но демократов, несомненно, больше всего интересовал единственный – о снятии вице-примаров. При этом демократы всяческим образом пытались сделать вид, что они заинтересованы коммунальными проблемами. В зале была и их группа поддержки, некоторые подневольные сотрудники госпредприятий и, конечно, молодёжное крыло демократической партии. Большое спасибо всем присутствующим, остальным коллегам, которых сегодня нет. Я очень надеюсь, что они придут на следующее заседание, в сессии, которое мы объявим позже. Сегодня, к сожалению, сессия не пошла. На заседании также выяснилось, что демократы планируют снять с должности секретаря совета Ирину Сердюк и назначить на её место Виталия Балана, который на днях был уволен с должности начальника юридического управления. Ирину Сердюк отмечается в дополнительном проекте решения. Демократы хотят уволить за грубое нарушение действующего законодательства. К сожалению, на сегодняшний день советники торопятся принять какие-либо решения, без того, чтобы проходили процедуру законную, которая есть на сегодняшний день. Поэтому, что будет дальше, для меня трудно сказать, потому что, согласно закону, ты читаешь, ты понимаешь, что как должно быть. Но здесь уже становится всё непредсказанно. И незаконно? И незаконно, конечно же. Я сегодня предупредила на специализированной консультативной комиссии, что даже если будет принято данное решение, я его обжаловываю в судебных инстанциях, так как оно незаконно. Я буду ходить на работу, буду выполнять свои функции, так как выполняла честно, до сих пор согласно законодательству, а не так, как кто-то трактует и подставляет закон под себя. Попытки демократов собрать большинство закончилось очередным провалом. Им не хватило одного советника, чтобы провести заседание. Подбором так и не появился. У нас не хватает одного человека. Всего лишь 17 муниципальных советов. Это недостаточно для того, чтобы легативно провести сегодня сессию. Николай Григоришин на личной странице в Фейсбуке отметил, что демократы хотели провести незаконное заседание муниципального совета, собравшись без подписи примара. По словам Григоришина, вначале они хотели снять с должности исполняющего обязанности примара Геннадия Шмульского и самого Григоришина. Якобы Рената Усатый не мог выдвигать наши с Геннадием Шмульским кандидатуры на должности вице-примаров. Но он мог и вполне легально. Трудовая инспекция, есть официальное письмо, считает, что будучи в командировке, Рената Усатый юридически на рабочем месте. Вот он с рабочего места нас и выдвинул, написал Григоришин. Так или иначе, этот вопрос демократы с повестки заседания сняли. Но не потому, что одумались, а потому, что третий вице-примар, Лилия Сава, ушла на больничный. Григоришин также отметил, что демократы хотят назначить своих вице-примаров. Но в этом вопросе они еще не определились. Рассматривают три кандидатуры на должность вице-примаров. Павел Бучацкий по хозяйственной части, Андрей Черный по финансовой и Влад Гитцу по культуре. Думаю, между первыми двумя решается, кто будет временно до моей победы на выборах исполнять обязанности примара. Там за эту пару недель можно много чего успеть. Но вы поняли.